Это задержание особо опасного преступника, кандидата в депутаты от партии «Яблоко» Кирилла Гончарова. Задержание происходило на его встрече со своей шайкой, с избирателями. Тут даже нет необходимости церемониться с уголовниками, представляться, цель задержания, какие-то глупости вообще. Схватились, скрутились, задержали, увезли. Все, точка. Странно, что сначала не лицом в пол. Какая-то картина неполная получается. В конце ролика мы слышим вопрос к женщине «Вы думаете, мы вас уважать будем?» А зачем им ваше уважение? Зачем им уважение людей? По-моему, им нужно только одобрение хозяев. И обратите внимание, все выполняется с особым старанием, рвением, энергией. «Посмотри, хозяин, как мы отрабатываем твои команды!» В следующем видео Кирилл объясняет, что ему впаяли. «Меня только что отпустили из УВД Драгомилова, при этом двух моих волонтеров, волонтеров моего штаба, Антона Сурина и Ивана Дорофеева, оставляют до утра по 19.3. А мне впаяли мелкое хулиганство, явное неуважение к обществу, сопровождающиеся нецензурной брани в общественном месте. Это очевидное вранье, никакой брани в общественном месте не было». «Мелкое хулиганство, нецензурная брань. Ну какое же это вранье, Кирилл? Полиция никогда не врет у нас. Полиция всегда говорит только правду, и это подтверждается нашими судами». «Мы защищали права жителей, которые подверглись нападению самой настоящей строительной мафии в районе Драгомилова». «Какие жители, Кирилл? У нас жители в стране только одни, и их права нужно защищать. Это те, которые сидят в высоких кабинетах и в мягких креслах. А все остальные это, ну…» «И вместо того, чтобы задерживать, арестовывать тех, кто нарушает закон, сотрудники полиции задерживают тех, кто этот закон хочет защищать. Сейчас приехали адвокаты из ОВД-Инфо. Я на связи с Андреем Владимировичем Бабушкиным. Мы надеемся, что, во-первых, ребятам будет предоставлена возможность передать еду и воду, а там очень необходима вода, потому что мы даже спросили у полицейских, можно ли нам воду, они сказали, что у них нет воды. То есть в отделе полиции нет воды». «Да что вы такое говорите? В полиции всегда есть вода, но только для своих». «И я очень надеюсь, что их удастся отпустить, потому что их задерживали вместе со мной, но поскольку я кандидат, и, видимо, они решили не провоцировать скандал сейчас на ровном месте, но при этом в качестве такой вендетты решили отыграться на наших волонтерах, которые ни в чем не виноваты и даже ни в чем не участвовали. И их задержание абсолютно незаконно». «Они виноваты, Кирилл. Они виноваты, что являются вашими единомышленниками, как особо опасного преступника. Ничего себе не виноваты. Расшатывайте лодку здесь на деньги Госдепа». «Следующее видео очень радостное». «Проблема решилась?» «Решилась? Ой, правда, да, спасибо». «Я помню сам Керасим в свое время?» «Да, помню, у нас тогда, значит, бабушка моя жила на другом участке, у нас сейчас на другом». «Ну вот, а вы говорите, ничего не меняется». «Дошли же ведь газовики за 20 лет до Южно-Сахалинска». «Дошли, добрались, доплыли, сделали». «Если бы не премьер-министр, ничего бы не сдвинулось с мертвой точки». «Потом позже, когда газ пришел, как все радовались». «У меня соседка будет напротив, они углем топили, и у них подключили газ». И так стало хорошо, даже дар речи потеряли. «А на день разговаривать не могла. От радости, конечно». Оставайся на канале, если интересно. «У меня седьмая громад wins вас».